Воскресенье 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 Отправимой мне щедрой рукою Неизвестного мне твоего угодника Я могу отдать замуж по закону И во вторую свою дочь И тем избежать сетей дьявола Который хотел скверным прибытком умножить И без того великую мою погибель Помолившись так Господу И возблагодарив его благостыню Муж тот отпраздновал брак второй своей дочери Молиться конкретно Богу своими словами У святых надо учиться, как правильно молиться. Житие Александра Мученика, 13 мая. Сказав это, святой преклонил колено и в таких словах помолился ко Господу. Господи Божий отцов наших, хвалимый и благословляемый вовеки, я прошу и молю тебя ныне, не отдели меня от лика праведников твоих, не отринь меня грядущего к тебе, так как ты открыл мне святое и страшное имя твое. Ты, Господи, помощник и заступник мой, пошли мне ангела твоего, дабы он помог мне и научил меня, чтобы мне отвечать перед мучителем. Затем начал молиться так. Господи Иисусе Христе, соблюди меня, Агнца твоего непорочным, дабы не возрадовался враг мой о мне, ибо я познал пресвятое имя твое. Не посрами меня, владыка, пред мучителем, но пошли на помощь мне, святого ангела твоего, и десницу твою, и будь мне защитником, помощником и покровителем. Когда святой окончил свою молитву, ему явился ангел Господи и не сказал, не бойся, Александр, Господь услышал молитву твою, и я поспослан от Бога тебе на помощь. Благодарю тебя, Господи Божий мой, за то, что ты в Филипполе сподобил меня исповедовать пресвятое имя твое. Воины же не дали ему еще помолиться и принудили его продолжать путь. «Господи Иисусе Христе, пошли святого ангела твоего и возьми душу мою, ибо я более не могу выносить мучений, так как тело мое изнемогло». То есть конкретная беда, конкретная молитва, и учат молиться. Дальше. Житие Бориса, 2 мая. Цитата. «Что стоите и смотрите? Покончим приказанное нам». Слыша сие, блаженный начал умолять и упрашивать их, говоря, «Братья мои, милые и любимые, погодите немного, дайте мне помолиться Богу моему». И, возрев на небо со слезами, горько он вздохнул и стал молиться. «Господи Божий милостивый, слава Тебе, ибо освободил меня от прельщения жития сего. Слава Тебе, прищедрый податель жизни, сподобивший меня страдания святых твоих мучеников. Слава Тебе, исполнивший желание сердца моего. Слава Тебе, владыка-человеколюбец, исполнивший желание сердца моего. Слава Христе, милосердию Твоему, ибо Ты направил на правый и мирный путь ноги мои, Идти к Тебе без соблазна. Призрис высоты святости Твоей, посмотри на сердечное мое страдание, которое я принял от своего сродника. Ибо ради Тебя умерщвляют меня сегодня. Они, как агнца, пожирают меня. Знаешь, Господи, знаешь, что я не противлюсь, не возражаю. Имея в своих руках всех воинов отца своего и всех его любимцев, Я не помыслил ничего злого сотворить брату моему. Он же всеми силами воздвигся против меня. Если бы меня оскорблял враг, я бы перенес. Если бы ненавидящий уничижил меня, я бы укрылся. Но Ты, Господи, смотри и рассуди меня с братом моим. И не поставь ему в вину греха сего, но приими с миром душу мою. Аминь. Житие Евстратия, 13 декабря. Цитата. Когда святого повели на сожжение, Он во всеуслышании молился так. Величаю и превозношу Тебя, Господи, За то, что презрел Ты на смирение мое И не оставил меня в руках вражиих, Но спас от бед душу мою. И ныне, владыка, Да покроет меня рука Твоя, И да приидет на меня милость Твоя. Ибо метется душа моя, И болит при исходе своем Из окаянного моего и скверного сего тела. Да не встретит ее Никогда лукавый умысел супостата, И не запнет ее во тьме За неведомые и ведомые грехи, Совершенные мною всей жизни. Милостив будь ко мне, владыка, И да не увидит душа моя Мрачного вида лукавых демонов, Но да приимут ее ангелы Твои светлые и пресветлые. Прославь имя Твое святое, И Твоей силой возведи меня на божественный К Твой суд. Когда я буду судим, Да не примет меня рука князя мира сего, Чтобы не звергнуть меня грешника В глубину ада. Но предстань мне, И будь мне спасителем и заступником, Ибо сии телесные мучения Суть радости для рабов Твоих. Помилуй, Господи, Оскверненную страстями Жизни сей душу мою, И прими ее очищенную покаянием И исповеданием, Ибо Ты благословен во веки. Аминь. Житие в Анифатии, 19 декабря. Цитата. Святой же, выпросив для себя Некоторое время для молитвы, Обратился к Востоку и молился. Господи, Господи Боже, Сподоби меня милости Твоих, И будь мне помощником, Чтобы враг за мои грехи безумно содеянный Не преградил пути к небу. Но приими с мира мою душу, И вчини меня вместе со святыми мучениками, Пролившими за Тебя кровь, И сохранившими веру до конца. Стадо же, приобретенное Твоей честную кровью, Людей Твоих, Христе, близких мне, Избавь от всякого нечестия И языческого заблуждения, Ибо Ты благословен И пребываешь вовеки. Так, помолившись, В Анифатий преклонил голову под меч И был усечен. От раны его истекла кровь Вместе с молоком. Житие двадцати тысяч мучеников. Двадцать восьмое декабря. Те издев, которые были крепче телом, Бежали в горы и пустыни, Скрываясь в пещерах и пропастях земных, Предпочитая жить со зверями И быть растерзанными ими, Нежели с беззаконниками, И попасть в руки гнусных людей, Те же издев, которым не удалось бежать. Были схвачены, И одни повлечены на суд и мучения, Другие же в народные блудилища На сквернение. Но сила Христова Укрепляла их всех И сохраняла непосрамленными И непоруганными. В числе их была одна По именем Феофила, Особенно выделявшаяся И сиявшая посреди дев, Как бы луна среди звезд, Красоторию и привлекательностью, Благородством и чистотой жизни. Когда бесстыдные воины Насильно влекли ее в блудилище, Она воздела очи и руки к небу И со слезами взывала «О Иисусе мой, Любовь моя, Свет мой, Дыхание мое, Хранитель девства Моего и жизни моей, Воззри на невесту Твою, Призри на меня, Жених мой невидимый, И поспеши мне на помощь, Да не нарушится обет девства Моего завещанного Тебе, Ибо уже нет больше времени Даже для молитвы. Не предавай зверям душу мою, Исповедующее имя Твое, Да не растерзают волки Твою овцу. Сохрани Твою невесту, О жених мой, Соблюди мое девство, О источник чистоты, Да прославится имя Твое, Славимое ангелами». Так она молилась, И Бог уже готовил Исполнение ее молитвы. Житие Иулиании, 21 декабря. Цитата. Находясь в темнице, Святая Иулия не лежала, Поверженная на земле, И взывала к Богу. «Господи, Боже мой, Всемогущий, Непобедимый в силе И крепкий в делах, От имя от меня, Скорби сии, И от постигнувших Меня болезней, Избавь, Как избавил Даниила от львов, Феклу от огня и зверей. Отец мой, И мать моя оставили меня, Ты же, Господи, Не отступи от меня. Но, как некогда Сохранил израильтян, Прошедших через море, И потопил их врагов, Так и меня ныне. Восставшего же против меня Елевсии, А с ним и сатану, Который старается Воспрепятствовать мне В спасении, Сокруши, О, непобедимый царь! В житии Гликерии, 13 мая, Цитата. Святая пошла в темницу С радостью, Вознося хвалы Богу. Когда она взошла Во внутреннее отделение темницы, И когда за нею были Затворены двери, То она в таких словах Стала прославлять Господа. Благословен ты, Господь и Бог Наших отцов! Благословен ты, Божие, Познаваемый святыми Твоими, Верно хранящими заповеди Твоими, Явивший себя Святому апостолу Петру, Выходившему из Рима, Посрамивший противника Его Симона Волхва, Оказавший помощь Давиду, Которому ты покорил Под ноги Голиафа, Ты, причистейший И причистнейший Боже, Услышь меня И прийди на помощь мне, Рабе Твоей, Избавь меня от козни вражиих, От соблазна сего Нечестивого Егемона. Святая же воздала за все Благодарение Господу, Сказав так, Владыка Божий, Ты, научающий нас Познанию истины Твоей, Промышляющий о верных рабах своих, Пославший Даниилу пищу, Когда он находился во рву, Пославший пищу и Ильи, Пророку, Когда он обитал Близ потока, Обращающий к истине Заблуждающихся, Просвещающий слепых, Благодарю Тебя за то, Что Ты вспомнил и меня, Смиренную рабу Твою, И напитал меня во время голода, Щедрую рукою Твоею, От неисчислимых сокровищ Твоих. Епископ же во всеуслышание Принес Богу молитву, Говоря так, «Господи Иисусе Христе, Свет неугасимый, Просветитель всех, Пребывающих во тьме, Вождь заблуждающимся, Проведший Моисея через море, Как посуху фараона же, Потопивший в море, Молим Тебя, Будь вождем и рабе Твоей, Помоги ей до конца Мужественно исповедать Честное всесвятое имя Твое». Когда печь была разожжена, Святая оградила себя Крестным знамением и сказала, «Господи Божий Всесильный, Благословлю Тебя И прославляю имя Святое Твое За то, что Ты даровал мне Настоящий день и час сей, Веселье вечное, За то, что Ты написал Исповедание мое Предангелами и человеками. Молю Тебя, Исполни желание души моей, Явись ему нечестивому И мерзкому егемону, Что Ты действительно помощник мой». Егемон же, думая, Что Гликерия по своему волшебству Не получила вреда от огня, Приказал содрать кожу с головы ее. Когда слуги егемоновы Приступили к выполнению приказания, Егемона, Святая мученица, Воззвала к Богу, Говоря так, «Господи Божий, Произведший свет, Ты благоволивший Процветать правде Среди мучений сих, Покажи нечестивому Егемону, Савину, Что всякий, Твердо надеющийся на Тебя И уповающий на силу Твою, Никогда не устрашится мучений За имя Твое, Но даже желает Еще большего Мученического подвига, Дабы восприять Более славный Мученический венец. Славлю и благодарю Тебя за то, Что Ты Открыл внутреннее существо Души моей После того, Как была снята кожа С головы моей, Так что я, Осиеваемая Твоим светом, Могу теперь Сказать о себе». Псалом 118.18 «Открой очи мои И увижу чудеса Закона Твоего». Когда приблизилось Время усечения мечом, Лао Дикий, Подняв очи свои К небу громко возвал «Бог и Господь христиан, Сопричти меня Во царстве Твоем Ко святой рабе Твоей Гликерии». Святая же Гликерия Молилась о нем К Богу, говоря «Отец Господа нашего Иисуса Христа, Исцеливший болезни смертные, Освободивший человека Плененного грехом От туз адовых, Ты и раба Твоего, Дикие, Освободи от власти дьявола, Помоги ему до конца Довести подвиг Своего исповедания И прими душу его В мире». Лао Дикий же, Слышавший молитву Гликерии, Сказал «Аминь». После этого Гемон приказал Отдать святую Зверям на съедение. Святая шла К зверям С весельем И радостью, Как бы на ней Кипир. Когда она Прибыла К тому месту, На которое Выпускаются Звери, То остановилась. Тотчас На Гликерию Была выпущена Большая львица, Грозно-рыковшая. Но, Подойдя к святой, Она тихо легла У ног ее И начала Их лизать. Святая же, Подняв очи свои На небо, Сказала «Благодарю Тебя, Боже Всесильный, Боже Отцов, Боже Милосердия! Благодарю Тебя, Укротившего Ярость Зверя, Дабы показать Всем Божественную Силу Твою! Благодарю Тебя За то, Что Ты сделал Для меня Легкими Все, Даже самые Жестокие Мучения! Услышь меня, Боже, И воздай Сему злому Егемону По делам его! Меня же Не лиши Венца Благодати Твоей Вместе с Прочими Святыми Твоими!» После того, Как святая Помолилась, Так, Был слышен С неба голос, Говоривший «Я услышал Молитву Твою, Приди ко мне С миром! Вот Тебе Отверзаются Двери Царствия Небесного!» Житие Исаии Пророка 9 мая Цитата «Получив свиток, Езекия Отправился В храм Божий, Развернул его Пред лицом Господа И обратился К нему С такую Проникновенную Молитвою Господи Господи Божий Израилев, Сидящий На Херувимах! Ты один Бог всех Царств земли! Ты сотворил Небо И землю! Преклони Господи Ухо Твое И услышь Меня! Открой Господи И очи Твои И возри И услышь Слова Синахирима Который Позвал Поносить Тебя Бога Живаго! Правда! О Господи! Цари Ассирийские Разорили Народы И земли И побросали Богов Их В огонь! Но это Не боги А изделия Рук Человеческих Дерево И камень Потому И истребили Их! И ныне Господи Божий Наш! Спаси Нас От руки Его! И узнают Все царства Земли Что Ты Господи Бог Один! В книге Пророка Исаии Записана Молитва Какую Произнес Из Экия Получив Радостную Весть О Своем Выздоровлении Молитва Это В таких Трогательных Словах Изображает Настроение Души Царя В преддверии Смерти И по избавлению От нее Я Сказал Себе В приполовении Дней моих Должен я Идти Во врата Преисподней Я Лишен Остатка Лет Моих Я Говорил Не Увижу Я Господа Господа На земле Живых Не Увижу Больше Человека Между Живущими В мире Жилищем Моя Снимается Моя Все годы жизни моей, помня горесть души моей, Вот во благо мне была сильная горесть. И ты избавил душу мою от рва погибели, Бросил все грехи мои за хребет свой. Житие Ирины, 5 мая. Цитата. Жители этого города, узнав о приближении царя Саваха, В страхе затворились в городе и сказали святой Ирине, Из-за тебя мы погибаем. Но она повелела им не бояться врагов И начала молиться Богу такими словами. Ты, услышавши некогда раба твоего пророка Елисея, Услышь и мою молитву, И невидимо порази этот народ, идущий погубить город. Ослепи врагов наших, да разумеют они, Что ты единый Бог истинный. И тотчас, услышав молитву ее, Господь поразил слепотой князя и всех воинов, бывших с ним. Князь Савах понял, Что это Ирина навела слепоту на него и на его войско, И послал к ней посланца с такой просьбой. Я знаю теперь, что непобедима сила твоего Бога. Молю же тебя, помолись твоему Богу, Ибо мне и о воинах моих, Чтобы прозреть мне и им. Умилосердившись, Святая принесла прилежную молитву Ко владыке всех, И прозрел князь, И все бывшие с ним. Житие Пелагеи, 4 мая, цитата, Исполнившись радости, Она всем сердцем возжелала Видеть его наяву И усердно молилась Богу Такими словами, Дай мне, Господи, Увидеть твоего служителя, Вестника твоих благ, И не лиши меня святых твоих таинств. Услыша это, Епископ удивлялся Столь великой любви к Богу, Сей девице, И возрадовался о ней духом. Затем, подняв к небу свои руки, Он начал молиться такими словами, Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Ты, пребывающий на небе И призвавший эту девицу Познать Тебя, Пошли ей, Святое Крещение, Возлюбленного Сына Твоего. Так молился Епископ. Велик Ты, Бог наш, Отец и Сын и Святой Дух, Давший людям в наследие Крещение в жизнь вечную. Господи, сердцеведец, Пред Тобой открыто Смирение раба Твоего. Ты видишь, Что я стыжусь крестить эту девицу. Устрой же ты, всемогущий, Все смотрением Твоим И научи, что мне делать. Затем Епископ посвятил воду, Произнеся над нею такую молитву. Царь всей твари. Псалом 134. Ты творишь ангелами Твоими духом, Служителями Твоими огонь пылающий. Сделай меня достойным принести Тебе В духовную жертву эту девицу, Которую Ты ко мне послал. Причти ее к лику избранных Твоих, Дабы в день царствия Твоего И она с пятью мудрыми девами Вошла в черток Христа Твоего, С вожженным светильником. То есть мы записываем, Как святые молились по житиям святых. Они не по молитвослову молились-то. А сегодня зуб заболел, Они знают, кому молиться, антипи. Если живот заболел Артемию, Почему его камнем раздавили? Это житие его говорит. То есть все, что где-то маленько подходят, И все туда пишут им. Вот они молились конкретно по делу, И главное это прославить Бога За то, что он дарует. Львица, огонь перед ней, С головы сняли кожу с волосами. Она благодарит и благодарит. Житие Мокия, 11 мая. Будучи терзаем, Святой воззвал к Богу, Говоря так. Владыка царствующего веки, Сияющий лучами правды, Яви рабам Твоим божественную Силу Твою, И дай мне силу подвязаться до конца За Твои святые заповеди. Какая молитва-то? За заповеди подвязаться? Вообще чудесно. Тогда Моки, войдя в капище, Идольское прежде всего сотворил на себе Крестное знамение, Дабы вооружиться оружием Христовым на дьявола. Затем, став близ того места, Где находился идол Дионисиев, Помолился Богу, сказав так, Владыка, содержащий во власти своей всю тварь И все создавший через посредства Христа Твоего, Посрамивший дьявола, не знающего Твои истины, И даровавший блаженство богопознания, И целомудрия всем боящимся Тебя, И почитающим святое имя Твое. Ты, Господи, святой, сокрушивший идола фавилонский, И показавший истинную веру пророка Твоего Даниила. Ты, упразднивший мерзостный алтарь идольский Посредством трех отроков Твоих И угасивший огонь в печи. Ты, потопивший фараона в глубинах морских И послушавший молитв Моисея. Ты, изведший воду из камня, Ты, Царь вечный, и ныне существующий, И ранее бывший, и вечно имеющий существовать. Услышь меня, раба Твоего. Вот я молю Тебя, приеди на помощь ко мне И висилу Твою тем, которые содержат в мире Истинный ложь, дабы познали они, Что Ты единый истинный вечный Бог, И дабы свет Твой отогнал бы тьму Идолопоклоннического заблуждения. Помолившись так, святой воззвал громким голосом, Обратившись к идолу. Непотребный и суетный, Немой и бесчувственный Дионисий, Повелеваю Тебе великим и преславным Именем Христа моего, живущего на небесах. Пади и прострись по земле, Дабы всем была видна Твоя немощь и Твое бессилие. И тотчас потрясла земля, и капище то, Идол упал на землю с великим шумом И разбился на мелкие части. Увидав это, все бывшие там язычники в страхе бежали оттуда, Девясь сами в себе происшедшему. Когда святой был брошен в огонь, То он не боязненно стоял среди пламени, Как бы среди какого-либо сада, И во всеуслышание прославлял Бога. В печи видели еще трех мужей, певших с ним. Среди этих трех мужей один имел очень светлое лицо, Сиявшее как солнце. Блеск, исходивший от лица его, Был сильнее блеска огня. Затем святой сказал мужам, Находившимся с ним в печи, Благодарю тебя, Владыка Божий, наших отцов, Слову которого все повинуются, Благословен ты, Господь сил, Творец всех сил небесных, Восхваляемый устами святых архангелов, Соприсутствовавший некогда трем отроком в пламени, Посреди тех трех отроков, Ты четвертый был виден. Молю тебя, святый спаситель мой, Разрушь и уничтожь огонь разженной печи сей, И пожги огнем вот этого анфипата. Покажи на нем гнев твой, Уничтожь его с лица земли, Дабы все видели, что ты единый истинный Бог, Пребывающий на небесах. И тотчас огонь из печи Простерся до анфипата И превратил его в пепел Вместе с девятью оруженосцами, Стоявшими близ него, Так что ничего не осталось от тел их, Ибо гнев Божий уничтожил их. Житие Иосифа, 31 марта Цитата Иосиф, видя, как госпожа хочет прельстить его, Часто обращался с молитвой к Богу, Отцов своих говоря, Бог отцов моих, Авраама, Исаака и Иакова, Избавь меня от этого несчастья, Ты сам видишь, Господи, Как эта сумасшедшая женщина Незаметно хочет погубить меня своим злодеянием. Ты, владыка, Избавил меня от убийственных рук моих братьев, Теперь избавь от этого хищного зверя, Иначе я буду отчужден от отцов моих, Которые так сильно возлюбили тебя, Господи. Житие Климента Анкирского, 23 января. Цитата. Когда святой выходил из города, Ведомый воинами, он молился Богу так. О, Боже, Царь неба и земли, и всей вселенной, Едины, все наполняющие, Не оставляющие без промышления ни одного места. В руки Твои я предаю этот город, Сохрани его и души всех верующих в Тебя. Сохрани церковь Твою невидимую, Невредимую, чтобы псы и волки Не разогнали в этом городе малого стада Твоего. Не дай погибнуть или уменьшиться Числу словесных овец Твоих, Но еще более умножь их ради славы Святого имени Твоего. Не удаляй меня совершенно от города сего, Но, пребывая со мною в пути И во время страданий моих, Снова возврати меня сюда, Как некогда возвратил Иакова в дом отца его, И избавил его от руки Исава. Как повелел некогда людям своим Извести из Египта кости Иосифа И положить их в отеческом гробу, Дабы прославилось имя Твоего веки, веков. После этой молитвы Святой был отправлен в путь. При вращении колеса, Когда Святой был наверху, Его били палками, А когда оказывался внизу, Где нарочно было устроено Слишком узкое пространство, Там было сильно терзаем острым колом, Так что кости его ломались, А тело его, Отросшее после первых мучений, Отваливалось. Мучимый в течение многих часов, Христов мученик молился так, Господи, Иисусе Христе, Помоги мне и облегчи мои муки, Устрани лютую боль, Ибо на Тебя надеясь, Я отдал себя на раны. Помоги мне, как некогда помог Святому апостолу Твоему Павлу, И возри на плоть мою, Сильно изъязвленную, Я же желаю быть невредимым и здравым Ко славе и исповеданию Святого имени Твоего, И для принятия за Тебя Больших мук, В посрамлении и безславе нечестивых, Укрепи меня ради имени Твоего, Ибо я возложил упование на Тебя, Подателя жизни. В то время, как Святой молился таким образом, Колесо остановилось неподвижно, А вращавшие его Утомились и изнемогли. А Святой Климент Это истинный лозах Христово Винограда, Уразумев духом, Что от его страдальческих подвигов Могут произойти многие грозди, Громоглаз взывал к Богу, Хвалу восклицая. Благодарю Тебя, Божий Отец Небесный, За то, что Ты удостоил меня Страдать в этом великом городе За единородного Сына Твоего, Пострадавшего за нас И пролившего драгоценную кровь свою Для искупления нашего, Которого здесь Святой Петр проповедовал, Павел возвещал, Соименный мне Климент прославил, А равно и Анисим исповедал. Они и пострадали за него, и умерли, А ныне прославляются на небе, Почитаются многими на земле, И еще большим числом людей Скоро будут прославляемы Превыше царей земных. Сами цари верные будут поклоняться им. Святой говорил это, Возвещая наступающее время, Когда поклонение идолам исчезнет, Как тьма, А вера Христова воссияет, Как солнце, И просветит всю вселенную. Эти слова Святого Жгли сердце мучителя Диоклетиана, Как пламя, И возбуждали в нем Еще большую ярость. Он же, претерпевая, Несказанное мучение, Взывал ко Господу своему, Источник неисчерпаемый, Вода живая, Дождь спасительный, Исцели меня росою благодати Твоей, Ты извел нас из воды, Избавь и от огня рабов Твоих. В то время, Как святой так молился, Немедленно остыл Железный шлем на голове его. Во время этого пути Святой Климент усердно молился Христу Богу, Чтобы Бог сподобил его. Во все дни его жизни Терпеть мучения За его святое имя. Тогда он получил Откровение от Бога, Что с прошедшими Уже годами его мучения До полного совершения Мученического подвига Он должен прожить 28 лет Среди непрерывных страданий. Святой весьма Обрадовался этому, Ибо он был Всецело поглощен Несказанной любовью Ко Христу, Богу своему. Он желал пребывать В лютых мучениях За Христа долгое время, И умирать многократно Во все дни жизни. Субтитры создавал DimaTorzok